Майонез от Максима Сегодня готовлю я в чудесной компании У меня две прекрасные гости У нас в студии Ольга Оборская Фотограф и Оля пришла С дочерью Софии София, привет! Привет! София, скажи, сколько тебе лет? Пять с половиной Так вот, несмотря на столь юный возраст София уже популярный блогер Ну давайте сначала расскажем Что с вами сегодня будем готовить С чем вы к нам пожаловали? Оль, здравствуйте Мы к вам пожаловали с рецептом очень простого тортика Он называется летний Но, несмотря на это Будет у нас зимний Да, будет зимний тортик Это желейный тортик с бисквитными коржами Готовится сметанки и фруктов любых Отлично, отлично София, любишь вареники? Да Я больше всего люблю вареники, чем все перемены Я думала, она сейчас скажет Я больше всего люблю вареники, чем тортик София, сегодня мы сделаем вареники А рыбку любишь? Рыбку, да И рыбку, все ребенок любит Сегодня еще приготовим вареники и рыбу В общем, давайте начинать За предоставленные продукты мы благодарим Сейфер-маркетов Крикатая, это широкий ассортимент Отличное качество и приятные цены Ну что, готов, друг мой? Да Молодой Готовы Оля, рассказывай, что, зачем мы делаем? Ну, сначала мы добавим сахар в сметану, чтобы он успел раствориться И перемешаем Хорошенько Что будем делать с фруктами? И я так понимаю, нам нужно нагреть желатин Да, София пока что отделит виноград от веточки Вот, а желатин нам нужно было предварительно залить холодной водой Что мы и сделали Да, что мы предварительно его водой залили И сейчас мы его разогреем в сотейнике, не доводя до кипения Ну что, девочки мои дорогие, давайте поговорим София, давай поговорим про твой блог У тебя больше 10 тысяч подписчиков У тебя есть видеоканал на ютюбе У тебя есть страничка в соцсетях, в инстаграме, да? Угу Оль, ну я так понимаю, что все это с вашей легкой подачи Ну, вот расскажите, как вообще такое случилось? Чья была идея и с чего все начиналось? Ну, начиналось все с Софии Я как-то заметила, что она притихла с моим телефоном Мне тоже стало интересно, что же там такого Оказалось, она смотрит видео Сама как-то нашла ютуб-приложение Да, сама включила И смотрит Дети 21 века Да, и смотрит, как другой папа играется со своей дочерью Ну, я бы там ничего криминального не нашла Ну, смотрит и смотрит Там вроде ничего не происходит страшного И через некоторое время узнала, что это целая профессия Вот так вот заниматься с детьми, со своими Работать Можно получать от этого доход И тут меня немножко дзынькнуло Так, подождите Вот здесь поподробнее Заниматься в плане просто играть Показывать свою жизнь Выкладывать свои видео куда-то, да? На соцсетях, интернет-пространство Да, на самом деле там очень много можно что показывать Сейчас дети смотрят вообще все им интересно Особенно, может быть, тем, у кого своя жизнь не такая интересная Молодец Так вами, получается, первостепенное, первоначальное желание было как заработок это все постараться? Нет, меня постоянно мучила вина, что я мало времени уделяю ребенку Почему? Потому что я работаю Вот, а тут получается, что существуют занятия Которая позволит нам вместе проводить время и еще зарабатывать Еще приятное спорезо Надеюсь, что зарабатывайте Да, 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 с санюшки У вас, конечно, страничка, София, у тебя очень яркая, очень красивая Фотографии замечательные Фотограф-мама, правильно это? Да, я и папа тоже И папа тоже, да, фотографирует? Кстати, папа, да, тоже фотограф Такая фотосемья Интересно, каждый кадр, он продуман То есть я понимаю, что за кадром есть режиссер Всего происходящего, да? Режиссер-мама? Режиссер-мама Папа у нас иногда как актер выступает Смотрите, как мы режем клубнику? Мы ее режем кубиками еще, да? Чтобы она красиво потом будет просвечиваться в тортике И ее резать вот так, бочком София уже справилась с виноградом Вы начали фотографировать Создали аккаунт в соцсетях Супер Софи Софи, кстати, тебе нравится название? Да, очень нравится Очень нравится Но вы же не знали заранее, что вот я наверняка стану популярной Вместе со своей дочерью, правильно? Нет, с этой целью и создавался канал Изначально он был коммерческим и с мечтой о популярности На дно тарелочки мы выкладываем красивую клубничку И ее будет видно София, ну вот 180 тысяч Ты представляешь, сколько это? Да Сколько? Покажи Вот столько, а мне кажется, это больше Ну как тебе? Ты чувствуешь себя популярной? Ты чувствуешь себя звездой? Да Да? Правда? Да А тебя узнают где-то на улице? Узнают Правда? Тебя узнают на улицах? Да Расскажи свою историю, София Сама расскажите Меня даже в аппорте узнала одна девочка Ну-ка, расскажите Что он тебе сказал? Она сказала Ой, я знаю твой канал Большого Софии И еще ты похожа на принцессу Софию Прежде чем еще залить сметану Мы все перемешали Можно руками сломать бисквитные коржи Можно порезать кому как нравится Порезать как хочешь Ну давайте руками поломаем София, маленькие отламываю кусочки Это для чего мы сейчас делаем? Я сейчас буду заливать как бы слоями Я выложила сейчас фрукты на дно Сейчас я залию сметанкой Маленькие Сверху бисквитные вот эти обломочки Потом еще раз фруктики Маленькие это какие? Тортик этот настолько простой Что даже с ребенком его можно делать Сколько раз сделала этот торт Я ни разу не пекла бисквитные коржи сама Что еще больше упрощает его приготовление Проще мне кажется купить, чем испечь Ну может быть кому-то нравится Слоя выпечки Может сам испечь Это обычные бисквитные коржи Все, и вот так вот заливаем Можно еще клубнички побольше Что будет? Если побольше клубнички Чтобы быть вкуснее Коржи пропитаются этой сметаной Убираем в холодильник на сколько? На 2 часа Ну если нужно быстрее Или он вдруг не взялся Мало ли там желатин бывает попадается плохой Можно еще в морозилке его работать Тортик купите в магазине бисквитные коржи Любые Залейте теплой водой желатин Смешайте сметану с сахаром Через час растопить желатин Не доводя до кипения И струйкой влейте в него сметану с сахаром Обязательно помешивая при этом Выложите в форму слоями порезанные фрукты или ягоды И поломанные руками коржи Каждый слой проливайте кремом Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на час-полтора Переверните форму на тарелку Таким образом без использования плиты Вы испеклить настоящий домашний тортик Будем готовить наше второе блюдо Будем делать рыбку И варить варенечки Водичку мы уже поставили София, давай поговорим с тобой про твоих подписчиков Ты с ними как-то общаешься? Вообще, кто твои подписчики? Впервые Давай начнем с этого Девочки Кто? Девочки Девочки Ну, наверное, девочки их мамы, я так предполагаю Ты как-то общаешься с ними? Оль, вот как у вас вот это взаимодействие? Мы проводим прямые эфиры периодически И зрители наши очень любят прямые эфиры Потому что это возможность пообщаться напрямую со своим любимым блогером Задать какие-то вопросы и получить на них ответ Очень многие дети прям очень сильно радуются Когда даже включаешь им в комментариях под видео Потому что половина даже не ожидает Что блогер с таким количеством подписчиков С таким количеством комментариев, постоянно получаемых Будут отвечать еще И они прям пишут такие восторги, дифирамбы Слушайте, а сколько у вас времени уходит на то, чтобы отвечать, взаимодействовать? Вообще, сколько тратится времени на ведение блога? Вот такое серьезное ведение блога? Ну, в среднем это час съемки Часа, наверное, 2-3 монтажа И на просмотр новых тенденций и ответы на комментарии Это, в общем, может бесконечно длиться Сколько получается, вы столько и тратите времени Ну, все мы, как родители, знаем, что есть нормальные каналы Там, которые можно детям позволять смотреть А есть каналы, которые... Есть контент, который недопустимый Да Очень много непотребного контента Стало появляться на ютубе Детей учат плохим привычкам в еде, в поведении Дети это очень любят смотреть Потому что это забавные чаще всего ситуации Конечно Но другая сторона медали есть Родители возмущаются очень многие И рекламодатели тоже возмущаются Они не хотят, чтобы их продукт был связан С непотребным элегантством Да, 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 контентом, который учат плохому Интересно, сколько можно зарабатывать на блоге? Вот этой осенью София заработала 101 миллион в 5 лет Да, ладно Да Юная миллионерша София, так, а теперь рассказывайте Планы уже построила на то, как и куда? Придется заработанная сумма София, куда бы ты хотела потратить все деньги? Все деньги на путешествия Вот молодец Я потому что потратила все деньги на путешествия С нами все время пытаются сфотаться Они все говорят, что это Супер София И хотят с ней сфотографироваться Привет, вы на канале Супер София И сегодня София будет гулять по Диснейленду В красивом платье Белль Вот мы вошли в мир Диснейленда Вот это люди фотографируются с Дональд Даком Вот там дальше Видите, там гуфи есть София побежала к коночке К коночке она побежала Вот это елка Тебе нравится, да? Это люди, это вся очередь на карусин София с мамой залезли на коняшку Папе коняшки не хватило Но по правде папа не захотел Ездить в папу, укачивает на коняшку Вот, а София прям как принцесса Для начала я предлагаю Обжарить рыбу с двух сторон Я немного ее подсорю предварительно Кто-то привык отваливать рыбу в муке Я люблю обжаривать просто так Филе без муки Без чего-либо еще Тем более у нас рыба будет в кисло-сладком соусе Поэтому прям так берем Выкладываем на сковороду Так, и лук у нас уже, да, порезаем А лук, да? А лук нам чуть позже Мы сейчас рыбу быстро обжарим с двух сторон И потом будем делать зажарку У нас Так, все, пока вот, ладно Красиво, красиво Сковорачиваем, сковорачиваем Таким переворачиваем Все, готово И закипела Закипела у нас вода София, что будем варить? Будем варить вареньки 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 у нас от компании Дубравушка Мы сегодня сделаем ассорти У нас вареньки с картошкой, с беконом И вареньки с капустой Компания Дубравушка Это говядина, свинина, баранина Выращенные в собственном хозяйстве Экологически чистое мясо И все, что только можно из него приготовить Полуфабрикаты, котлеты, голубцы, фрикадельки, ежики Тевтели и многое другое Все без вредных добавок Все по-домашнему Так, все, вареньки наши отправляем сюда Это столько вот дома Ну так что, получается, что на блоге Можно ого-го, как хорошо зарабатывать София, а ты как думаешь, что это будет Твоей работой и в дальнейшем? Или в дальнейшем ты все-таки сменишь профессию, если можно так сказать? Вот если не блогер, то кто? Вот кем вы хотели? Если не блогер, то коберам Коберам, коберам Как придумываете сюжеты? Что показывать? Что рассказывать? Как-то все само собой происходит Я думаю, что профессия блогера Она очень похожа на профессию журналиста Что нужно все-таки сначала придумать сюжет Продумать, как его показать Концепцию Как это снять Как это подать Опять же, договориться с актерами главными С интервьюированием Оль, да, переворачивайте рыбку Выкладываем ее На тарелочку Очень аппетитно выглядит Я люблю, где поджаренная Корочка Да Вот этот я буду есть Если он без лука Пока без Пока без лука Но скоро будет с луком Все, отправляем в сковороду морковь и лук У нас Около-коло-коло-коло София, как тебе с мамой работаете, когда мама тебя фотографирует? Когда кадр пытается поймать? Легко или сложно? Легко Легко? Прям все-таки все всегда так легко? Она иногда сама такие позы принимает Я думаю, откуда, кто же тебя учил? Откуда в твоей голове это вообще есть? Это естество такое? Да, она меня прям удивляет Бывает, что позы, которые я предлагаю ей принять Они даже не настолько классные, которые она делает сама Я уже просто нажимаю на кнопку и ловлю ее какие-то фантазии А кто наряды выбирает? У тебя такие образы яркие Все такое модное, очень стильно, все подобрано со вкусом София очень сосредоточилась на поджаре Да, она, по-моему, не слышит уже нас София, кто наряды выбирает? Кто выбирает наряды? Ну, я помешаю? Мама София, вот расскажи Бывает, что ребята пишут, как все здорово, что им нравится А есть ребята, которые пишут, что им не нравится Или что-то вот Да, есть Много таких ребят? Нет Немножко, да? Попадают свои мать Некоторые, некоторые Некоторые А ты как к этому относишься? Ну, как ты обижаешься на них, не обижаешься Или вообще, ай, дару вас У меня все хорошо, я звезда Да Да, вот Молодец А что пишут, например? Я не даю ей еще пока читать все комментарии Пишут плохие слова Так, ладно А если плохие слова Смайлики стали? Ну, в основном хорошие И пальчиками стали Что нам только не писали Это что якобы извалованный ребенок в красивом платье Рано делать макияж Зачем этот лимузин всего 45 тысяч подписчиков? Никто не делает такие встречи Умрите от спида, нам писали Дети, дети Вот, причем по тексту понятно Что по ходу мыслей Что-то ребенок пишет Это не взрослые люди Зачем Ничего я слово Пригорюнила немножко Над морковкой с луком Варенички выкладываем Они уже готовы К сожалению, что мне нравится В варениках от Дубравушки У них очень много начинки И очень нежное всегда тесто София, тебе какие больше нравятся? С картошкой и беконом Или с капустой? С капустой Интересно, а как мы с тобой будем узнавать Где с капустой, а где с картошкой и беконом? Как не знаю Будет у нас сюрприз? Угу Вареник сюрприз Теперь часть нашей зажарки Мы выкладываем на варенички Можно я выпустила? Ты хочешь выложить? Да Давай А эту часть мы оставим Я тебе сейчас скажу, что мы будем с ней делать Что? Так, вот здесь мы так распределим Какая она нас отпекает Смотри, а из этой части зажарки Мы будем делать маринад кисло-сладкий Для нашей рыбки София, и для этого Для этого мы возьмем Соус от Максима Краснодарский, кисло-сладкий Соус краснодарский от Максима Это томатный соус на любой вкус Его можно добавлять в процессе приготовления Различных вторых блюд Или уже в готовое кушание Он прекрасно сочетается с овощами Мясом, рыбой Вот сегодня кисло-сладкий соус мы и попробуем Выкладываем нашу рыбку Минут пять Оно у нас потушится Ну что, у нас с вами получается все готово Дело за тортом А тортик? А тортик? Самое главное Это мы не забыли про тортик Давайте потихоньку будем сервировать Я любила тортик Лосось под кисло-сладким маринадом Обжарьте кусочки рыбы на растительном масле Отложите на тарелку Потом на этой же сковороде Сделайте маринад Припустите лук с морковью И влейте туда готовый кисло-сладкий соус Например, от Максима Окуните туда кусочки лосося Накройте крышкой Через три минуты Легкое, нарядное и очень вкусное блюдо Готово! Так, ну что Пошло время Да здесь должна быть барабанная дробь Да, да, да Давай быстренько, чтобы он не станет Стреньким движением в руки торт превращается Что же там за снука стоит? Сейчас, сейчас Снимаем пленку Я его прямо сейчас хочу съесть Некоторые готовят без пленки Просто вот форму, в которой находится торт Ее обдают кипятком И он прям вообще тогда гладенький получается Какая красота, смотрите Снеговичок такой получился И вот, кстати, да Называется он летний тортик А выглядит он как самый настоящий зимний тортик Белоснежный Очень красивый Настоящее праздничное блюдо Очень легко и быстро Слушайте, как здорово София, ну что Посыпай нашу рыбу в кисло-сладком соусе От Максима Вот так, да Со всех сторон Ну посмотрите, какая красота у нас сегодня с вами получилась Спасибо вам большое за то, что вы пришли По традиции подарок от нашего генерального спонсора Целая корзина разных соусов от Максима Ну такая увесистая, поэтому София даю маме Оль, держите София будет особенно рада этому подарку Я очень люблю соусы Ты любишь соусы? Да Вот как раз ложка из банки Вот сразу ребенок С вами была программа Отведай Увидимся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»